Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с мужем едем в торговый центр Мега. Я там хочу погулять по магазинам, посмотреть что-нибудь интересного, потому что я давно не была в таких магазинах, как Манго, Зара и тому подобное. Хочу, в общем, там погулять, и муж там тоже кое-что хочет посмотреть, так что возьму вас сегодня с собой. И первый магазин, в который я зашла, это был магазин Зара. Мне очень приглянулись вот эти брючки и блузка, а также туфельки, которые вы видите на мне. Но брюки, видите, сели как-то странно, они у меня нормальные в талии, но застежка как-то странно застегивалась и топорщилась, поэтому мне это не понравилось в них, но комплект классный. Единственный еще минус Зары в том, что везде грязно в примерочных, и не только вещи как-то валяются, продавцы даже не думают их убирать, и это не только вещи по распродаже. Кстати, вот эти туфли я выкладывала в фото в Инстаграм, и одной девушке очень они понравились, но я могу сказать, что они жутко неудобные, настолько, что в них просто даже невозможно стоять. Ну, а в общем, этот комплект мне очень сильно понравился. Ну, комплект, я так это называю. Брюки у меня размер XS, стоили они 2,599, они не были на распродаже, и блузка тоже размер XS 2,799. Кстати, по размерной сетке тоже достаточно странно. В эске я прямо утонула, я бы сказала, особенно брюки в талии были очень мне велики. Ну, в общем и целом, то, как смотрится, мне очень понравилось. Также я взяла из серии распродаж вот такую блузку, которая мне очень понравилась, как выглядит на вешалке, и шортики, которые тоже очень понравились, как выглядели на вешалке. Блузка стоила где-то около 500 рублей, шорты около 1000 рублей, но по итогу мне не понравилось, как все это село. И да, я там в носках, потому что в примерочных даже нет никаких ковриков. Также мне на распродаже очень понравилось вот это платье. Камера не передает его цвет, он более зеленый, такой более насыщенный. Вот я пытаюсь показать не такое, как на камеру. Очень оно мне понравилось. Сзади оно слегка удлиненное, спереди более короткое. Но единственный минус, который я нашла в примерочной уже, это то, что вот здесь вот есть такая дырочка, которую невозможно даже как-то зашить. То есть это очень видно, тем более спереди, на груди. Стоило это платье 999 рублей уже со скидкой. В общем и целом оно мне очень сильно понравилось. Если бы не эта дырочка, я бы думаю, я его себе бы взяла с удовольствием. Далее вот такая маечка, которая была тоже на распродаже, стоила в районе 600 рублей. Все в ней классно, классно село, но мне не понравился, честно, вот этот цвет. Он такой более рыжий, камера его опять не передает. Такой какой-то рожеватый, коричневатый, поэтому я его брать не стала. Не на распродажу уже из, я не знаю, обычной линейки у них, да, они распродажные за 3,599, где-то вроде так. На камере плохо видно ценник. Вот такой свитерок, он мне очень сильно понравился. Камера опять не передает оттенок, он более такой насыщенно-желтый, но само качество свитерка этого мне не понравилось, так как оно было такое, знаете, как небольшие катышки на нем, и я не люблю покупать такие вещи. Далее в магазине Love Republic были скидки на платье 30%, но платья такие более вечерние, я подобрала для себя такие более носибельные варианты, но и то мне не особо понравились, какие-то рюшечки вот эти вот, смотрятся классно, но как-то не знаю, мне ничего из этого не приглянулось, поэтому и я не стала брать. Также вот такое платье-свитер тоже было со скидкой 30%, как-то мне не понравилось, как все это дело выглядит, какие-то вот эти рюши, в то же время оно такое свободное, ну, стоило оно, кстати, 3,500, это обычная цена, минус 30%. И также на распродаже была вот такая юбка, которая мне очень сильно понравилась, и у нее сзади молния идет, которую нужно носить сзади, как мне сказал консультант, хотя можно и так, и так, хотите спереди, хотите сзади, как вам удобно. И вот такая замечательная блузка, даже не знаю, джемпер, можно это так назвать, которая мне тоже очень сильно понравилась. Сейчас я в магазине Зарина, взяла такую кофточку, мне очень-очень она нравится, очень нравится, с такими меховыми рукавами, черная, с поясом, но это только, она есть только в 46-м размере. Мне кажется, она у нее здесь на плечах, видите, такая, почему здесь вот велика, она мне очень, а так она очень классная, посмотрите, видите, какая классная. Тут еще в этом магазине сейчас скидки, и вот такое платье, кстати, тоже 46-й размер, усело очень хорошо, стоит 799 рублей. Смотрите, какое классное, единственное, что я не сняла свои джинсы, померила сверху, мне кажется, очень крутое платье, я его возьму на лето, вообще супер, да? Как вам? Ну, я его возьму 100% за 799 рублей, такое приятное, к телу вообще, просто супер нежненькое такое. И я, кстати, всегда, когда мерю платье или юбки, я никогда не снимаю свои штаны. Напишите, делаете ли вы так же, как я. Ну, что их снимать-то, это так все понятно, правильно? Еще мне на вешалке понравилась такая кофточка вот такая. Ну, я реально выгляжу, он не как какой-то художник, знаете. На вешалке смотрелось симпатично, она мне как-то мне не очень нравится. Показываю. Еще взяла померить вот такую кофточку, она тоже стоит 799 рублей, но она, видите, вся помызана в тональнике вот здесь. Но это ладно, это можно постирать. Она, мне кажется, меня полнит жутко. Вот такая. И вот такую юбку. Я опять не сняла свои штаны. Вот. Но юбка классная. Она такая, видите, вот юбку, думаю, взять. Она, тем более, последняя. Она такая теплая-теплая юбка. Правда, это все синтетика. Не знаю, взять, не взять юбку. Но кофту брать не буду, потому что я возьму вот это платье. Все, цветочек не хочу. Я еще брала вот такое платье. Это такое же, как вот это голубое, но у меня есть одно розовое платье, поэтому это я не буду брать. Лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, следующее, что я приобрела, это вот такой комплект из магазина Love Republic. Кстати, я люблю этот магазин, мне очень нравятся там некоторые вещи. Единственное, что в этот раз, как я тоже уже сказала, на распродаже были платья такие, ну, не знаю. Из платьев ничего не взяла. Взяла вот такую... Это вообще называется джемпер у них, тоже был на распродаже за 999 рублей, у меня это размер 40, да, ну, на самом деле все нужно мерить, мне кажется, какие-то маломерки, какие-то большемерки, в общем, да, и мне приглянулись вот эти вот рукава, они, мне кажется, придают такую изюминку, что ли, они сделаны из двойной такой, как, я не знаю, как эта ткань называется, в общем, одна вот такая сеточка, а вторая сверху вот такой вот плесировочка, и завязывается все вот такой бархатной ленточкой, тоже покажу, как смотрится на мне, мне очень понравилась эта блузка, и к ней я сразу взяла юбку, юбка тоже такая трикотажная, и она внизу, видите, такая сделана таким, не знаю, как это, такой, как резиночкой, что ли, и, как мне сказал продавец-консультант, ее можно носить молнией, чтобы она была спереди, и молнией, чтобы она была сзади, но мне нравится, когда молния сзади, тут у меня уже кот полежал, извиняюсь, все в котейке моем, вот, и вот эта вот юбка мне обошлась в 1499 рублей, и это 42 размер, вот такая, тоже мне очень приглянулась, такая темно-фиолетовая, и получается вместе такой очень симпатичный комплект, на мой взгляд, и вот в магазине Love Republic мне все обошлось в 2498 рублей. И также мы с мужем еще заехали в магазин Decathlon, тоже вам кусочек видео вставляла, и, значит, цель нашего визита в этот магазин, во-первых, у меня муж хотел посмотреть лыжи и кое-что там для рыбалки своей, вот, и также я туда поехала, потому что я вам уже говорила, что я сейчас в основном хожу в бассейн, в спортзал практически не хожу, связано это с тем, что у меня то болеют дети, то одно, то второе, то мама там, и получается, что очень часто у меня просто нет возможности выехать в спортзал, и я, несмотря на то, что я в этом плане ленивая женщина, я решила попробовать начать заниматься дома, но я как бы начинала пробовать, меня надолго не хватило, признаюсь честно, и у меня нету какой-то, вот, наверное, мотивации, какого-то ритуала, что ли, чего-то мне не хватает для того, чтобы я начала заниматься дома хотя бы чуть-чуть, хотя бы по полчасика в день, ну, как говорится, лучше что-то, чем ничего. В итоге я взяла себе форму именно для занятий дома, но я взяла себе шорты эску, но они на самом деле мне широкие, но я все равно их взяла, потому что меньше размера не было, это эска, они были на распродаже, и я вам потом чек покажу. Я подумала, что наоборот, хорошо, что они будут широкие, потому что будет удобно там заниматься, да, то есть там махи ногами и тому подобное, хотя по резинке они мне сидят нормально, мне кажется, если был бы размер XS, то он мне был бы вот в этой области, в области резинки маловато. И к нему я взяла вот такой топ, я вам это все тоже покажу на себе, но на самом деле, вот смотрю, на камере выглядит красный, на самом деле он ближе вот, наверное, к этой резиночке, такой розовый вот. Топ обычный, без поролона, единственное, что здесь вот такие сделаны кармашечки, наверное, чтобы, если что, вставить поролон, я так думаю, вот. Но тоже взяла эску, но я не буду сюда ничего вставлять, и я буду заниматься именно вот таким образом, в топе и в шортах. Я вам покажу, как это все смотрится на мне, единственное, что я одену нижнее белье сюда, потому что, ну, я как-то так не могу совсем уж голой показываться. Ну, и сзади вот так обычно крест-накрест идет, как обычные вот такие подобные топы, то есть вот таким образом я собираюсь заниматься дома. Также у меня муж приобрел вот такой набор гантелек, он приобрел это для себя, но я думаю, что я, если у меня все хорошо пойдет, то я тоже буду этим делом пользоваться. Вот так вот это все дело выглядит внутри, то есть идут две палочки, вот такие зажимы и, соответственно, разный вес. Здесь 2 килограмма, я так понимаю, килограмм, тут тоже 2 килограмма и килограмм. То есть вы набираете столько, сколько нужно, и муж сказал, что ты можешь брать вот эти маленькие по килограмму себе и как блины их использовать, да, на какие-то тренировки. Девочки, я вообще, ой, я вообще, на самом деле, силы в руках у меня нету совсем. Вот, потому что даже сами вот эти гантельки, они же, ну, имеют вес, и мне кажется, если мне поставить сюда один блин в килограмм, я уже не подумаю. То есть у меня на самом деле в этом плане тяжелое я мало что поднимаю, в общем, вот такое. Ну, это он на самом деле взял для себя, но я думаю, что я тоже у него с удовольствием поворую что-нибудь отсюда. Вот такой вот набор, так что если вы там занимаетесь дома, имейте в виду, что в этом магазине, и, кстати, муж говорит, что недорого. Вообще, вот этот магазин Декатлон, там всякие спортивные вещи достаточно недорого. Там есть такие обычные хлопковые леггинсы по 300 рублей, какие-то майки по 100, по 200 рублей. То есть, в принципе, неплохой магазин, мы были там впервые, я думаю, что мы еще туда как-нибудь съездим. Также я себе взяла вот такой коврик, это у меня уже дети его тут раскрутили. Самый простой, он, конечно, был не самый дешевый, самый дешевый там было что-то 150 рублей, но он был совсем такой просто кусок поролона. А этот вот такой, ну, в общем, не знаю, попробую на таком, если пойдет, может, потом себе какое-нибудь другое получше возьму. Взяла еще вот так же вот такую штуку. Это такой, видите, мешок, 3 килограмма, и вот он для различных упражнений. Как раз-таки вот это упражнение я часто очень делаю в спортзале. Подъем корпуса, ну, получается, таза, да. И вот, в принципе, ради этого я, наверное, и взяла, но также здесь для рук очень хорошо. То есть вот эти махи я тоже обычно делаю в спортзале вот такое упражнение, только я беру обычно вот эти блины, ну, которые, я думаю, вы понимаете, о чем. В общем, взяла себе вот такую штуку, и муж мне еще сказал, бери вот эту, это для тренировки рук и ног. Вот. Для него, конечно, это слабенькая штучка, но для меня, я, кстати, не могу даже свести ногами и руками, так что вот такой я слабый человек. Вот, ну, в общем, попробую начать заниматься. Я не буду заниматься по какой-либо схеме, то есть по, ну, вот девочкам, блогерам, которые показывают. Я буду заниматься так, как мне показывал мой тренер, но еще потом расскажу вам, как у меня успехи. И вот хочу показать вам чек из магазина Декатлон. Девочки, меня все время вы просите показывать цены. Значит, коврик стоит 249 рублей, бюстгальтер, ну, это вот то прозовое, которое я вам показывала, 399 рублей, шорты 449 рублей, вот этот набор штанга и гантельки 3000 получается, тренажер, это который для ног, 399 рублей, диск с песком на 3 килограмма 599 рублей, ну, и 6 рублей пакет. Итого 5100 получается. Муж у меня говорит, что цены намного дешевле, чем в Спортмастере, ну, в плане вот всяких таких каких-то штук. Единственное, что там я не увидела каких-то фирм, там, Найк и тому подобное, то есть там такие более бюджетные варианты спортивных товаров. Но нам магазин понравился, я думаю, что потом мы еще раз туда поедем, если что-то нужно будет. Так что вот такие вот у меня были покупки. И вот это все обмундирование и оборудование, которое я купила для того, чтобы тренироваться дома, я планирую тренироваться дома не на постоянной основе, да, а именно тогда, когда я не могу выезжать в спортзал, потому что в спортзал я буду продолжать ходить, в бассейн буду продолжать ходить. Но это вот в то время, когда вот, ну, так и складываются обстоятельства, что я не могу выехать. Так что буду хотя бы полчасика заниматься, потому что начинать потом, после пропусков, очень тяжело. Поэтому хочу вот дома хотя бы какой-то минимум делать, вот, чтобы к лету быть красоткой. И вам, девочки, тоже советую. Если вы худеете, то все-таки занимайтесь дома. Это на самом деле, ну, поможет поддержать фигуру в тонусе, скажем так. По поводу магазина ZARA, вот эти брюки красные и блузка, я выставляла фотографию в инстаграм, и очень многим они понравились, вот этот образ, скажем так. Мне он тоже очень понравился. Единственное, что получается, цена вопроса, не считая туфлей, почти пять с половиной тысяч. Вот я думаю, стоит оно того или нет. То есть я не приобрела пока, как вы уже поняли, да. Но я думаю, вернуться за брюками, потому что брюки мне очень сильно понравились. А вот насчет блузки, наверное, я ее не куплю. Я сейчас посидела, посмотрела на сайте Lomoda. Там нету ZARA, но там есть другие марки. И я посмотрела там тоже блузку в горох, тоже очень похожую. И она стоит намного дешевле. Вот я не знаю. В общем, напишите мне, не знаю, может быть, даже завтра я уже съезжу и куплю хотя бы брюки. Но как-то пять с половиной тысяч. Ну, хотя, с другой стороны, это стоит того. Единственное, что там мне не очень понравилось, там застежечка была. Но, в общем, я думаю, там все это исправили. Но брюки на самом деле сели идеально. Мне очень они понравились. И даже не знаю пока, что делать. Может быть, завтра и поеду, и приобрету себе эти брюки. Но вообще, когда у меня муж увидел, я ему показала фотографию брюк и вот этой блузки. И когда у меня муж увидел, он меня спросил, а что ты не купила? Классно выглядит. Говорит, что ты не купила? Ну, в общем, тем более для моего мужа он обычно к брюкам и блузкам относится спокойно. Ему нравятся юбки, ему нравятся, когда я ношу платья различные. И он обычно, когда я там мерю брюки, он как бы брюки-брюки. Он как-то обычно никак не реагирует. А здесь прям такое, что ты не купила. Так что, наверное, надо поехать и купить. Может быть, и блузку тоже. Но насчет этого я, в общем, подумаю. Единственное, что мне вообще, в принципе, в Заре не понравилось. Там как-то очень грязно. Я не знаю, что там происходит. И есть одежда, которая даже не на распродаже, а на порванной или спачкана в тональнике. Во всех остальных магазинах такого нет. То есть я, например, даже вот в той же Зарине зашла. Там тоже распродажа. Там примерочные, чистые в других магазинах. Ну, в общем, не знаю. Как-то, мне кажется, Зара немножко подиспортилась. Но качество вещей в Заре мне нравится. Мне нравится. Потому что вещи действительно классные. Они сидят хорошо. Мне нравятся. Ну, не знаю. Ну, в общем, насчет брюк. Я думаю, вы потом увидите, купила я их или нет. Вот. Но напишите, как вам вообще мои покупки. Понравилось или нет. И, может быть, кого-нибудь я еще и смотивирую сейчас заниматься спортом. Потому что я планирую это делать. Вот. Ну, и на этом я буду заканчивать такой шоппинг-влог. Я надеюсь, он для вас был интересен. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю. Целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok